Объект, который называется гиперграф, давайте я дам его определение. Смотрите, что такое граф? Граф это два множества. Есть вершины, и на этих вершинах выделены какие-то пары, которые называются лёбрами. Вот такой уровень абстрактности понятия. То есть граф это не картинка на плоскости, а граф это пара множеств. Вот есть множество V, называемое множеством вершин. Оно может состоять из чего угодно, например, от людей в этой аудитории, всё, что хотите. А ребра это пара людей, пара вершин. Да, их можно изображать как отрезки, но можно и не изображать. Просто говорить, что граф это вот такая вот конструкция. Вот, гиперграф отличается от графа тем, что у него в ребра объединяются не пара элементов, не пара вершин, а какие-то сочетания. Ну, может быть, пара, может быть, тройки, может быть, десятки. Вот, ну, то есть, типичный пример гиперграфа, с которым мы имели дело в рамках нынешнего курса, это такой гиперграф. Есть множество от единицы до n, есть совокупность его подмножеств, m1 и так далее, ms, где мощность каждого митого равняется k, ну и каждая митая это подмножество в множестве 1, 2 и так далее, m. Вот, мы рассуждали про совокупность и подмножеств, брали у них там какие-то системы общих представителей, и это на самом деле мы работали с гиперграфами, потому что вот множество вершин, числа от единицы до n, а ребра это вот эти подмножества, ну, так вот принято говорить. Гиперграф обобщает граф именно в том смысле, что вместо пар вершин мы рассматриваем какие-то наборы этих вершин, какие-то их сочетания. И вот в том примере, с которым мы имели дело, каждое ребро состояло ровно из камерши. Такой гиперграф называется k-однородным. k-однородный гиперграф. k-однородный гиперграф. Это гиперграф, у которого в каждом ребре ровно камерши. В частности, два однородных гиперграфа, это обычный граф. Два однородных гиперграфа, это обычный граф. Про гиперграф есть масса разных задач. Одну из них мы с вами в каком-то смысле решили, ну, обсудили, скажем так. Это задача про отыскание системы общих представителей. Про построение команды для отправки на какую-то олимпиаду. Как частный случай. А есть другая, очень известная, очень классическая, очень тоже красивая задача. Задача о раскраске гиперграфа. Вот мы до сих пор занимались раскрасками графов, да? Хроматическое число графа определяем. А вот давайте вы сами попробуйте предложить какое-нибудь обобщение хроматического числа с графа на гиперграф. Есть разные варианты, как можно это предложить. Такие у вас есть идеи. Значит, у графа хроматическое число это минимальное количество цветов, которые можно так покрасить вершины, чтобы каждое ребро состояло из вершин разного цвета. Что значит хорошая раскраска? Вот для графа хорошая раскраска это когда концы каждого ребра имеют разные цвета. А здесь ребро состоит не из двух элементов, а из нескольких. Из десяти, например, да? Или из пяти, как было в задаче про систему общих представителей. Вот ребро, когда состоит из пяти вершин. Что значит покрасить вершины правильным образом? Что надо потребовать от ребер при этом? Чтобы все на ребрах лежали одноцветные вершины. Одноцветные? Но подождите, хроматическое число на область предполагало разный цвет. Да, разный цвет. Концы любого ребра разного цвета. Да, да. Поэтому... Один из вариантов потребует вообще такую, как говорят, радужную раскраску. То есть потребовать, чтобы в каждом ребре присутствовало, чтобы каждая вершина каждого ребра имела свой уникальный цвет. Если ребро состоит из пяти вершин, потребовать, чтобы каждая вершина имела свой цвет. То есть пять цветов на каждое ребро точно потребуется. Или чтобы у нас было хотя бы два разных типов. Вот. А можно по-другому сказать? Да. Можно сказать, давайте не будем требовать, чтобы все вершины имели разные цвета. Давайте потребуем, чтобы просто в самом ребре были вершины разных цветов. Да. То есть чтобы ребро не было одноцветным целиком. Это тоже есть прямое обобщение того, о чем мы говорили с обычными графами. Смотрите. Ребро одноцветное – это плохо. Для обычного графа это значит, что концы этого ребра имеют разные цвета. А для гиперграфа, ну тоже ребро одноцветное плохо, а не одноцветное уже хорошо. Ну давайте я вот такое определение хроматического числа гиперграфа и да. Хроматическое число гиперграфа. Буду обозначать гиперграф буквой H, чтобы хоть немножко отличать его от графа, который обозначался буквой G. Ну а H – это от слова «хайперграф». Хиотаж – это минимальное, опять же, число цветов. Ну и не забывайте, что графа – это частный случай. Я также – это минимальное число цветов, в которые можно так покрасить вершины гиперграфа, чтобы каждое его ребро было не одноцветным. Содержало как минимум два цвета среди цветов своих вершин. Понятно, да? Да. Сейчас поставим некую интересную задачу. Вернее, сформулируем теорему, а потом поставим задачу. Теорему, которую доказал, между прочим, Экзаж. Он вездесущий. Ну, он, правда, это сделал в соавторстве с еще одним замечательным ленгерским математиком, которого звали Хайнел. Впрочем, Хайнел вроде жив еще. Это был 1961 год. Рады же Хайнел сказали так. Пусть H – это N однородный гиперграф. Ну, мне хочется так обозначать буквой N – число вершин в каждом ребре. При этом, заметьте, очень важный момент. Я никоим образом не регламентирую количество вершин. Я только лишь говорю, что этот гиперграф N однородный. То есть, в каждом ребре N вершин. А сколько вершин всего в этом гиперграфе, я не говорю. Вот там любой совершенный гиперграф, у которого все ребра состоят из N вершин. Так, пусть количество ребер, а вот количество ребер я сейчас скажу. Количество вершин не хочу, а количество ребер хочу. Пусть количество ребер гиперграф H меньше 2 в N минус первой степени. Где N то же самое, что и число вершин в каждом ребре. Так, пусть H – N однородный гиперграф, а количество ребер в нем меньше строго, чем 2 в N минус первой степени. Утверждается, что тогда обязательно хроматическое число этого гиперграфа меньше ребер равняется двойке. То есть, если говорить в терминах графов, о которых мы здесь рассказывали уже неоднократно, это такой двудворный гиперграф. Хроматическое число не больше блоки – это двудой степени, если можно. Можно разбить вершины на две доли, так что ребра шастают между этими долями. Ни в коем случае целиком в одну не погружаются. А там количество ребер меньше, чем 2 в N минус первой, да? Да, 2 в N минус первой. Ну, то есть, на самом деле, оно может быть почти 2 в N минус первой. Пафос утверждения того, что как бы эти ребра ни были расположены друг относительно друга, мы же ничего не говорим о том, как устроены вершины, правильно? Важно только, чтобы этих ребер было сравнительно мало. Но вообще говоря, довольно много. 2 в N минус первой – это большое число. Но утверждается, что если этих ребра сравнительно мало, но при этом, возможно, даже довольно много, все равно гиперограф, как бы он ни был сложным устроен, можно покрасить в два цвета. Понимаете? Да. Можно это, ну, для пятиклассников приятнее это, конечно, формулировать не в таких страхах, абстрактных терминах, графах, гиперографах, грамматические числа, двудольность, там, жуть какая-то. Можно формулировать в духе того, как я мотивировал задачу про систему общих представителей. Ну, так понятно. Понятно? Так понятно. Да. Да. Ну, понимаете, если вам так понятно, то это классно, но... А вот смотрите, я такую задачку поставлю. Вот у нас есть 30 человек в аудитории, да? Да. Мы выбрали пятерых лучших комбинаторщиков, пятерых лучших геометров и так далее. Всего, ну, скажем, 15 предметов. 15 пятерок. Я утверждаю, что тогда можно вот эту группу из 30 школьников так разделить на две аудиторий, рассадить по двум аудиториям, что и в первой аудитории присутствует представитель лучших комбинаторщиков, представитель лучших геометров, представитель лучших алгебраистов и так далее, все 15 предметов. И во второй аудитории то же самое. Вот вы понимаете, что это та же самая задача? Да. Разбить множество из 30 человек на две аудитории, это значит покрасить тех людей, которые пошли в первую аудиторию, скажем, в красный цвет, а тех, которые пошли во вторую, в синий цвет. То есть мы можем покрасить всегда в два цвета, а 15 это как раз, но это меньше, чем 2 в n-1, потому что n равнялась пятерке, и 2 в четвертых 16. То есть вот эта теорема, она дает как раз ответ на вопрос, кто из задачи. Точно это понятно? Да. Ну хорошо. Если понятно, то давайте доказывать вот в этих абстрактах терминов теорему.